В Сочи вернуться к прежней схеме оплаты услуг САХА. За это депутаты на очередной сессии городского собрания проголосовали единогласно. Решение предприятия по вывозу мусора брать плату не с каждого прописанного человека, как это было ранее, а с квадратного метра жилья, возмутило сочинцев. Новая схема ударила по карману многих горожан, в первую очередь пенсионеров. Схему депутаты и мэрия решили пересмотреть, а за январь сделать перерасчёт, таким образом защитить интересы сочинцев. Вообще работу САХА за прошлый год депутаты признали неудовлетворительной. Был уволен весь руководящий состав предприятия за неэффективность. Контроль будет со стороны депутатов, очень чёткий, жёсткий, потому что субсидировать предприятие в довольно-таки значительную сумму, которую можно пустить на строительство школ и ни одной школы, детский садик, у пристроек и тому подобное. Сегодня бюджет довольно-таки напряжённый. И я думаю, что САХу нужно найти ту методику работы, найти тех людей, профессионалов, которые готовы работать хотя бы чуть выше нуля или по нуля. О результатах работы новые руководители должны отчитаться уже в апреле на следующей сессии городского собрания. Говорили и о других сочинских предприятиях, которые занимаются вывозом мусора, но выполняют свою работу недобросовестно. Это касается мелких компаний, таких в Сочи-15, которые работают в обход существующей схемы утилизации отходов. Так в разных частях курорта появляются несанкционированные свалки. Лицензия обязательно будет с 1 июня 2015 года. Мы уверены в том, что эти предприятия не получат лицензию. Мы даем до судебного порядка. В судебном порядке будет доказано то, что данные предприятия грубо нарушают закон Российской Федерации. В данном случае это схема утилизации отходов, которая ухождена в город. Еще один важный вопрос повестки дня сессии – помощь многодетным семьям. Так уже в самое ближайшее время такая категория сочинцев сможет получить ипотечный кредит на покупку готового жилья по низкой ставке всего под 5%. Остальную часть, чуть более 8%, будут гасить из городской казны. Я думаю, что буквально 10 дней, максимум 2 недели, на то, что было подписано решение городского собрания, опубликовано. Данное соглашение будет заключено администрацией города с соответствующими банками на оказание данной услуги. Также на сессии говорили о добровольных народных дружинах. Во всех районных администрациях появятся специалисты, которые будут курировать это направление. А крупные городские предприятия должны направить несколько сотрудников для дежурства на сочинских улицах. Это позволит навести порядок, в том числе во дворах.